в горловке человек который был в камуфляже его уже очень многие определили и в сми украинских и в российских и у нас вместе в горловке как игоря бездера его неоднократно видели и не только в горловке в донецке допустим при взятии сбу когда наши активисты народное ополчение донбасса брали это здание он тоже там появлялся но не в начале когда организовывалась а именно когда уже пошел сам процесс когда уже вошли в здание он появился также его видели в крыму ну и горловке были удивлены просто когда его увидели почему он представлялся полковником российской армии с чего никто не знал появился очень неожиданно когда он начал представлять уже нового начальника овд бывший начальник овд понятно что его выгнали с позором когда он применил силу вытащили из здания начал представлять начальника батальона как новым командиром хотя начальник батальона был на боли на больничном и зашел чтобы вывести своих ребят ппс ников из под бойни чтобы не было но предотвратить кровопролитие при беседе с командиром батальона откуда кто его представлял начальником говорит даже не понял кто и не откуда то тут построение вот люди тут же появляется в зеленой форме представляет меня не представился сам кто он что где сейчас этот человек как он появился я имею ввиду игоря безера ну непонятно неизвестно вот то что он не полковник российской армии российский здесь никого нет то есть ребята которые стоят если подойти к зданию в д молодые пацаны молодые ребята активисты которые просто уже не могут смотреть на тот беспредел говорится в стране